Работа дателем Потому что очень многие люди просто не знают, куда посылать резюме, не знают, что это такое. Они пугаются при слове «куриклом биты». Они не знают, что это такое. Они не знают, как это составить. Вы всегда можете обратиться в кадровое агентство, и мы поможем вам составить правильное резюме, расставить нужные акценты. У нас есть целый список кадровых агентств Москвы, которые, в общем-то, набирают все-таки персонал, куда-то набирают. Поэтому их нужно рассылать, нужно стучаться в двери. Прервемся на несколько секунд, затем наша беседа продолжится. Все дела. Все дела. Еще раз приветствую всех наших радиослушателей. Напомню, что в гостях у нас Ольга Алексеевна Колосова, директор кадрового агентства, что при учебно-деловом центре, также психолог, ну и вообще очаровательная женщина. Беседа наша продолжается далее. И вопрос лично адресован, лично вам, Ольга Алексеевна. Вы сейчас, очень многие говорят о том, что средний класс загнулся, пропал, исчез, пострадал больше всех. Хотя совершенно очевидно, что пострадали, на самом деле, совсем не имущие. И вы являетесь как раз представителем этого среднего класса. Я имею в виду личного директора. Как вот сейчас у вас обстоит? Ну, во-первых, как кадровое агентство выживает в этих условиях? И насколько лично пострадало вот ваше благосостояние? Ну, мое благосостояние, оно складывается из самых разных моих профессиональных увлечений. Поэтому, как бы, я не могу сказать, что очень сильно этот кризис ударил. Потому что, как бы, те ниши, которые занимаю я лично на этом рынке, они, в общем-то, как бы продолжают существовать. Может быть, они тоже переживают трудные времена, но тем не менее. Во-первых, мы учим студентов. Да, тяжело, да, конечно же, трудно платить за обучение, но тем не менее, Франко-Российский институт в этом году набрал на первый курс 93 человека. Ну, поэтому, в общем-то, люди понимают прекрасно, что учиться нужно. Образование, хорошее образование, практичное образование нужно всегда. И чем дальше, тем оно будет нужнее. Вот. Поэтому студенты приходят, и поэтому для меня есть работа, как для преподавателя. Как кадровое агентство, как директор кадрового агентства. Ну, да, конечно, нам стало потяжелее, потому что российские фирмы практически ушли с нашего рынка, по крайней мере, городского рынка труда, и стараются по минимуму обращаться к нам. Но остались наши западные инвесторы, западные партнеры, которые продолжают набирать персонал, и которые, более того, не только подбирают персонал, но заказывают и самые различные другие услуги. Например, обучение персонала, переподготовка персонала, какие-то консультативные вещи. То есть, в общем-то, контакты, которые сложились за последнее время, они помогают нам выжить в этом сложном урагане, скажем так, изменений. Друзья, задавайте ваши вопросы также по телефону 433333. Я имею в виду наших радиослушателей. У нас в гостях Ольга Алексеевна Колосова, директор кадрового агентства, что при УДЦ. Звоните по телефону 433333, задавайте ваши вопросы. Ольга Алексеевна, я хотел бы, чтобы какой-то сухой остаток обязательно остался от нашей сегодняшней передачи, поэтому несколько вот совсем конкретных советов тому человеку, который оказался без работы. Вот, представьте, есть какой-то человек, он приходит на работу, ему сообщают, все, до свидания. Что ему делать конкретно? Ну, прежде всего, как бы это не звучало банально, нельзя опускать крылья и нельзя опускаться самому, это прежде всего. То есть, имидж, имидж это очень важная вещь, и поэтому, когда вы приходите устраиваться на работу, никогда не приходите в телогреки, в спортивном костюме, в кроссовках, приходите в деловом костюме, приходите в успешном, чтобы работодатель видел, что вы успешный. По крайней мере, были какое-то время, и эти трудные времена, они, как бы, вас не подкосили, вы умеете держать удар. Это очень важный момент. Дальше, хотела бы сказать, опять-таки, вернуться, подчеркнуть, очень важно иметь резюме, грамотно составленное, и чтобы оно не лежало у вас дома, где-то в столе, резюме должно работать. Резюме нужно рассылать, обращаться везде и пытаться представить себя в самом лучшем виде. Хорошо, чтобы в резюме было несколько позиций, на которых бы вы могли работать. Если вы можете работать секретарем, укажите, что это секретарь со знанием компьютера, со знанием английского, со знанием немецкого, со знанием технической терминологии и так далее. То есть резюме должно быть достаточно представительным, оно не должно быть пустым. Стучитесь во все двери, не сидите, не ждите, не унывайте, ходите и ищите, стучащему себя откроется. Кому не хватает опыта, хорошо бы, конечно, опыт делал наживной, понятно, но, может быть, можно устроиться хотя бы на временную работу, может быть, не очень высокая зарплата. Я понимаю, что тяжело прожить, может быть, на маленькую зарплату, но опыт в этом случае гораздо важнее. И, в общем-то, ваш будущий работодатель, он не будет смотреть, сколько вы получали, он будет смотреть, кем вы работали, на ваш опыт. Сейчас мы продолжим именно вот эту тему, но у нас есть вопрос. Да. Алло, здравствуйте. Отвечаю на ваш вопрос. Очень своевременный вопрос. На самом деле, данные устаревшие. Мы начинали с того, что по лицензии, которую мы получили в прошлом году, по лицензии мы имели право брать деньги с кандидатов, но полгода назад мы отказались от этой практики, и сейчас мы уже давным-давно не берем деньги с кандидатом, нам платят работодатели. Ну, интересно, даже я этого не знал. Итак, дальше. Мы продолжаем давать практические советы людям, оставшимся без работы. Про резюме еще. А у нас есть еще один вопрос. Давайте еще один. Еще один вопрос мы ответим от наших радиослушателей. Напомню, телефон 43333. Алло, мы вас слушаем. Здравствуйте. Огромное спасибо. Дело в том, что действительно, как бы, это 7 октября, это как бы свидетельство, в общем-то, нашей двойственной психологии. И это абсолютно правильное замечание, что искать работу, это тоже работа, причем тяжелая работа. Прежде всего, это работа над самим собой. Это повышение квалификации, это образование, это имидж, это костюм, это улыбка на лице. Это все тяжелая работа. Гораздо проще выйти на забастовку и требовать, чтобы тебе дали. Это гораздо проще. Хотя, в общем-то, люди имеют право бастовать, почему нет? Они возмущены этим положением. И, в общем-то, наверное, это тоже не лишний выйти и напомнить государству, что, в общем-то, оно зиждется на наших гражданах. А поэтому неплохо бы было о них и позаботиться. Мне кажется, тут еще есть такой важный момент, что когда ты поступаешь на работу, сейчас, да, нам снова звонят, сейчас, ну, я с своей точки зрения выскажу, что когда ты устаешься на работу, у тебя есть всегда возможность проиграть, да? Не получить работу, тебе скажут, что ты не подходишь. Это всегда, ну, большая травма. Мы потом поговорим, сейчас телефонный звонок, а потом поговорим. Да, а когда ты идешь на демонстрацию, то ты всегда выпишешь. Да, даже если тебя там разгонят, то это повод для, значит, для города системы какой-то, особенно в нашей стране. Послушаем вопрос. Алло, здравствуйте. Добрый день. Я думаю, мы в конце скажем. Обязательно. Я хотела бы продолжить мысль Тимофея, что это вот еще одна из рекомендаций. Дорогие, дорогие кандидаты, учитесь держать удар. И, в общем-то, воспринимайте любое собеседование как свой личный тренинг. Это очень полезный тренинг. Когда вам отказывают, и вы уходите с высоко поднятой гордой головой, и вы при этом не разрушаетесь, и идете на новое собеседование с теми же силами, это прекрасный тренинг. И это тоже работа, и этому тоже нужно учиться. Иногда бывает так, что кандидат проходит в день пять собеседований. Это очень тяжелая работа. И, может быть, все пять будут отказаны. То есть, во всех пяти случаях он получит отказ. И уметь держать удар, уметь не разрушиться, уметь не сдаться, и все равно стучаться, стучаться и стучаться, это стоит того. Потому что именно такие люди потом и находят работу. Мне кажется, что сейчас у многих будет такая сложность, что получали неплохие деньги, занимали хорошее место, сидели в теплом офисе, да, а реально предлагают рабочие места не очень привлекательные. Вот как себе в этой ситуации человеку перебороть? Знаете, касательно тех людей, которые занимали хорошие места и как бы не очень напрягались, я бы хотела к ним особо обратиться. Я понимаю, что каждому человеку кажется, что он работает много. И когда ему говорят, что ты работал мало и, в общем-то, ничего не делал в офисе, это очень, ну так, это обидно, это оскорбительно. Но я думаю, что каждый в душе прекрасно понимает, что он, в общем-то, не очень-то перенапрягся в своей деятельности профессиональной. Наверное, таким людям я хотела бы прежде всего пожелать измениться. Прежде всего, потому что время просто отсиживания 8-часового рабочего дня, оно прошло. Оно уже давно прошло. Оно прошло и 3 года назад, и 2 года назад. Но еще по инерции как бы было время, когда можно бы было где-то по блату тихонечко отсидеться. Прошло то время. Фирма начинает экономить и начинает зарабатывать реальные деньги. И каждая копейка начинает считаться. Поэтому просто отсидеть в офисе это уже невозможно. Поэтому, в общем, чем быстрее люди перестроятся, и чем быстрее они перестанут надеяться на, так грубое слово, халява, но чем быстрее они это перестанут делать, тем лучше для них самих. У нас осталась всего буквально одна минутка. Ольга Алексеевна, увещающая психолог. Ага, вот у нас вопрос. Вот у нас и звонок. Алло, мы вас слушаем внимательно. Здравствуйте. Я думаю, что это ощущение, потому что на самом деле как бы не все замерло, оно в тяжелом состоянии находится, но далеко не вся страна торгует на рынке. Есть масса людей, которые находят работу, все-таки и работают. Поэтому я бы не стала так обобщать, что все торгуют и деваться больше некуда. Хотя торговля на рынке это тоже опыт. Это тоже опыт продаж, и очень часто люди, торговавшие на рынке, они могут, немножко подучившись, немножко изменив свой имидж, немножко поработав над собой, получить очень хорошее место менеджера по продажам. Потому что это очень хороший опыт. Езда в Турцию, привоз товара, проникновение через таможни, это очень богатый опыт. Поэтому не стоит останавливаться только на рынке, стоит расти. Я думаю, что тем, кто хочет сейчас искать работу, в первую очередь не следует, может задавать таких вот риторических вопросов. Ну это, я думаю, что очень многие люди зададут такой вопрос, особенно вот выйдя на забастовку, это как бы крик души, поэтому, понятно. Хорошо, Ольга Алексеевна, спасибо большое, что пришли. Вот как психолог, буквально пару слов в конце, скажите, как людям все-таки, ну хоть как-то, да, вести себя в этой стрессовой ситуации, в которой мы сейчас все оказались. Ну, я бы хотела пожелать, во-первых, всем мужества. Наша страна вообще очень живучая в этом плане, и народ у нас очень хорошо научился выживать. Это искусство, которое мы давно уже освоили. Я думаю, что и страна не разрушится, и люди не погибнут. В общем-то, все мы переживем и переборем, и эти трудности тоже. Хотелось бы пожелать именно мужества и, скажем так, нравственной устойчивости. Не стоит впадать в панику, не стоит уповать на доброго дядю, не стоит уповать на президента. Даже если сменится президент, трудные времена будут еще не один раз. Поэтому я думаю, что нужно бороться в этой жизни, бороться, бороться и бороться. И не сдаваться до последнего. Спасибо, Ольга Алексеевна. Всего доброго. Всего доброго. До свидания. Вы слушали передачу «Все дела», провел ее и подготовил Тимофей Лавров. В гостях у нас была Ольга Алексеевна Колосова, директор кадрового агентства при УДЦ. Всего доброго. До новых встреч в нашем эфире. Счастливо. Так, сейчас, секунду. Сейчас ты будешь сначала шевелить, смотреть в сторону. Снимайся. Слушай, Илья, а можно тут на временном опустить хотя бы? Камеру письма. Все, нужно пол? Да, да. Все, спасибо. 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 Всего доброго. Все, окей. Тимофей, достань мне пока, пока там сидишь. У тебя сейчас... Первый блок роликов и заставь. Фанеру шлюза и первый блок роликов достань мне. Все равно пока готовь. Так, Тимофей, вот смотри, куда, где, предположительно, сидел гость. Улыбайся там. Слушай, у тебя у кого? В четверг. Нет, мне звонить. Говори, говори, говори. Прямок, да. Исправили уже, конечно. Скажи, где находится кадр Занакинский и Целико. А, где он? Девушка спросила, Тимофей пообещал ей, что там же передача и так это сам. Ну, как тебе? Позой, позой. Да, давайте. Сейчас, слушай, там, а я так... Девушка еще будет слушать, что-то? Давайте, я сходи, кто-то. Гурьяна Ульянова, 19. Гурьяна Ульянова, 19, 220. Опин, 220 или 224. Угу, 224. Телефон, 731-224. Кадровагентство. Кадровагентство. Какой? Первый блок? Все. Блок какой? Да, первый, первый. Скажи, просто не хватило времени. Хорошо, хорошо. Хорошо, хорошо. Спасибо. Позаписни уже кончились. Так, руки, руками пошевели там. Давай, что мне еще поделать там? Руками по барабань по пульту. По пульту, руками по барабань. Как вы считаете? Что-нибудь потереби там, ручку потереби. Это вопрос прочитать. Нет, нет, движок потереби какой-нибудь. Чего? Песню любую поставь. А здесь чего? Это что за диск? Там, в Модок Топис, наверное. Или нет? А, а, моряконы там было. Да-да-да, любую ставь, другую. Скажите мне, что тебе, сигарету закурить? Не надо. Не, вот движки какие-нибудь, подвигай там, хоть так вот. Просто там, руками потереби там. Убирай. Ну все. Что и требовалось сделать. Модок Топис. Модок Тоанбр convоляции.